Что из себя представляет Роксар? Во-первых, Роксар имеет два больших производственных подразделения. Это Роксар Software Solutions, которые занимаются производством программного обеспечения для моделирования геологического, гидродинамического поверхностной сети. Что касается моделирования пласта. Соответственно, это геология, гидродинамика, моделирование поверхностной сети, моделирование экономики, развитие месторождения и так далее. И второе подразделение – это Роксар Flow Measurement. Это, собственно, подразделение, которое занимается производством средств измерения в основном для нефтегазового сектора. Потому что сейчас, на самом деле, эти устройства нашли применение и в других секторах производства. Но, конечно, целевой аудиторией изначально был нефтегазовый сектор, а точнее, изначально, то есть целью развития всей этой продукции были норвежские добывающие компании. Роксар представляет достаточно большой список продукции для применения как на поверхности, имеется в виду и на земле, и на платформах, так, для применения под водой, потому что многие сейчас месторождения полностью разрабатываются без выхода на поверхность, то есть на поверхность выходит только конечный продукт. И в том числе для применения внутри скважин. Итак, что же такое многофазные расходомеры? Изначально система классическая. Замера продукции любой скважины, нефтяной в основном, да, упирается в систему сепарации. Двухфазного сепаратора или трехфазного сепаратора, но мы должны сначала отделить газ, а потом, возможно, либо разделить нефтеводу физически, либо, соответственно, померить содержание воды в нефти. То есть вот у нас есть бочка, в которую мы все это сливаем, всю продукцию, которая выходит из скважины. И дальше получаем либо замер газа со своими, соответственно, характеристиками расходомеров, со своими характеристиками измерительных устройств, со своими ограничениями по давлению, по температурам, по рабочим параметрам. И также жидкостные расходомеры и другие средства измерения. И теперь вместо всего этого мы получаем один простой прибор, фактически кусок трубы, в который входит измеряемая среда, выходит измеряемая среда без всяких изменений, без предварительной подготовки, без какого-то разделения. И в этот момент прибор определяет, сколько через него прошло нефти, газа и воды. Притом мы, соответственно, можем высчитывать как параметры в рабочих условиях, так и параметры, уже приведенные к стандартным условиям. И кроме того, мы можем считать как объемные расходы, так и массовые расходы. То есть изначально это выглядит как волшебство. Но сейчас покажем, как это работает. Для начала, вот мы уже с коллегами пообщались и уперлись в то, что для нас будет самым важным параметром, к которому мы будем постоянно возвращаться при обсуждении темы многофазных расходомеров. Это так называемый Gas Void Fraction, или GVF, или объемное содержание газа в рабочих условиях. То есть вот в данный момент, то есть если мы срежем тонкий срез расходомера, да, тонкий срез трубы, сколько у нас в этом срезе будет занимать свободный газ. Притом, если у нас газа свободного до пяти процентов, то я боюсь вам многофазный расходомер не нужен. У вас есть замечательные криолесовые расходомеры, которые сейчас толерантны и к большему количеству свободного газа. Плюс компания Roxar в данном случае, как подразделение Emerson, предлагает замечательные влагомеры нефти. Да, соответственно, вы можете померить массовый расход жидкости, и вы можете хорошей точностью померить обводненность этой жидкости. Если у вас жидкости нету совсем, то есть GVF, вот этот вот параметр, объемное содержание газа, свыше 95-98 процентов, то есть жидкости совсем мало. У нас для этого тоже существует отдельное решение, называется оно Ветгазметр, то есть измеритель влажного газа или жирного газа, как хотите называйте. То есть это отдельный расходомер. Но теперь, благодаря новым технологиям, сегодняшняя модель расходомера Roxar 2600 закрывает весь диапазон от 0 до 100 процентов по объемному содержанию газа. Притом у нас есть как решение для поверхности, то есть, соответственно, это платформы либо поверхность земли, что у нас в основном и применимо, так и для подводного исполнения. А в будущем планируется еще развитие и на внутрь скважина исполнения. Как я уже говорил, основной, собственно, целевой аудитории изначально Roxar были норвежские добывающие компании, в основном статуил, конечно. И вот в 80-х годах пришло понимание того, что уходить вглубь Северного моря на платформах уже невозможно. Ну, все знают, что было в Мексиканском заливе, да, а если у нас, соответственно, еще тяжелая ледовая обстановка и длинные трубы, соответственно, от поверхности моря к дну моря, соответственно, и при неустойчивости, штормах и так далее, то у нас огромные риски аварий. И было принято кардинальное решение – уходить полностью обустройством на дно моря. Но это требовало неких технологических новшеств. В том числе вот эту бочку сепаратора очень тяжело утащить, соответственно, на дно и поставить ее там. Да, соответственно, что придумали? Поставили задачу перед институтом Кристиан Михельсен-Ресеевич в Бергене о разработке системы, которая бы позволила замерять продукцию нефтяных и газовых скважин без предварительной сепарации. В 1984 году эта задача была поставлена, и в 1992 году появляются первые коммерческие образцы многофазных расходомеров. Тогда они были проще, чем сейчас. То есть тогда они работали, во-первых, в симметричной модели среды. То есть в любом случае они все расходы считали только в среднем по объему трубы. И плюс ко всему они не мерили отдельно скорость газа, отдельно скорость жидкости. Они учитывали математические коэффициенты проскальзывания фаз. В 1992 году было первое поколение многофазных расходомеров. В 2001 году появляется второе поколение многофазных расходомеров. Сейчас мы живем в третьем поколении уже многофазных расходомеров и постепенно переходим уже к четвертому. Так вот, чем же это все отличается? Ну, во-первых, с тех пор уже установлено более 2000 многофазных расходомеров в мире. То есть сейчас это около двух с половиной тысяч. По-моему, больше, чем у кого бы то ни было еще. То есть, соответственно, у большинства известных заказчиков. Как это выглядит сейчас? То есть фактически это небольшой отрезок трубы, которая обязательно устанавливается вертикально в восходящем потоке. Это тоже важно. Из чего она состоит? У нас есть трубка вентури. Правильно, опять-таки утверждают коллеги, что это одно из основных средств измерения у нас в нашем расходомере. Это действительно перепад давления на трубке вентури. У нас есть гамма-плотномер, который меряет плотность среды, то есть общую плотность среды, да, а не отдельных фаз, а общую плотность среды, среднюю, поперек потока. У нас также есть многопараметрический датчик разумаунт, который определяет температуру давления потока и дифференциальное давление на трубке вентури. И у нас есть вот такая вот система электродов, вот шесть электродов внизу по кругу и два электрода наверху, которые работают в двух режимах, которые автоматически переключаются. Это либо режим измерения диэлектрической проницаемости, если среда в среднем ведет себя как диэлектрик, либо если среда вдруг начинает вести себя как проводник, то они начинают мерить проводимость, ну или сопротивление этой среды. Ну и еще есть полевая электроника, которая позволяет проводить 12 тысяч измерений в секунду вот этой диэлектрической проницаемости проводимости. Так как же это работает? Давайте вот остановим время, просто возьмем и остановим время и скажем, вот у нас течет некая смесь, мы знаем, состоящая из нефти, газа и воды, и она течет вертикально вверх через нашу трубу. Что мы знаем из этого? Мы эмпирически знаем плотность нефти, мы знаем плотность газа, мы знаем плотность или минерализацию воды, соответственно ее проводимость, которая легко вычисляется. Нам нужно узнать в данном случае объемное содержание фаз в данный момент, вот в замерзший момент времени, да, вот в этом бесконечно узеньком срезе трубы. Сколько у нас здесь находится нефти, газа и воды? Значит, самое простое, у нас жидкость тяжелая, газ легкий. Самое простое разделение жидкости от газа, это измерение плотности. Да, соответственно, это ни в коем случае не определение сейчас же объемного содержания газа. Нет, это одно из уравнений. Нам нужно придумать три уравнения, которые бы составляли законченную систему уравнений. У нас же три неизвестных. Объемное содержание нефти, объемное содержание газа, объемное содержание воды. Три неизвестных. Надо придумать три таких уравнения, которые бы, а, полностью бы описывали систему. А во-вторых, были бы физически независимы. То есть, чтобы одно уравнение нельзя было никаким образом вывести из другого. Итак, первое уравнение – это уравнение плотности. То есть, соответственно, средняя плотность среды равняется объемной доле газа, умноженной на плотность газа, в рабочих условиях. Объемной доле воды умноженной на плотность воды. Объемной доле нефти умноженной на плотность нефти. Все, из этого уравнения мы пока, как такового, ничего не получаем. Второе уравнение – это уравнение диэлектрической проницаемости либо проводимости. Как известно, у нас углеводороды диэлектрик, а вода у нас проводник. Поэтому даже незначительное количество воды в продукции скважины дает существенное изменение диэлектрической проницаемости общей среды. Тут нам в помощь уравнения Брогемана, которое выводит среднюю диэлектрическую проницаемость среды из параметров отдельных компонентов. И дальше что происходит? Все правильно. Углеводороды очень близки по диэлектрической проницаемости. Отличается вода. Вода в 70 раз контрастнее углеводородов. То же самое и здесь. У нас нефть и вода могут быть очень близки по плотности. То есть у нас бывает, что нефть плотностью асфальта какие-нибудь порядка тысячи. Соответственно, если у нас вода более-менее пресная, у нас получается, что по плотности разделить нефть и воду невозможно. Да? Как таковую. Соответственно, то же самое и здесь. Газ и нефть разделить невозможно, но вода хорошо отделяется. А здесь то же самое. Нефть и воду разделить невозможно, но газ хорошо отделяется. Да? И третье уравнение, оно самое простое. Это уравнение неразрывности. Что бы ни было, у нас объемная доля газа плюс объемная доля воды плюс объемная доля нефти — это 100%. Три уравнения. Три неизвестных. Решаем систему уравнений. Никакой фантастики. Определяем объемные доли в потоке. Но дальше задача становится еще интереснее. Эти же фазы движутся. И движутся, как выясняется, с разными скоростями. В чем проблема? У нас жидкость движется медленнее газа. Газ проскальзывает. Теперь есть, конечно, простой способ, который применяется опять-таки многими производителями многофазных расходомеров. Мы эмпирически придумаем некий коэффициент проскальзывания и введем его в нашу систему. Хороший способ, только каждый раз вам придется калиброваться на каждой скважине. На самом деле самый простой способ определения объемного расхода или скорости потока у нас заложен в той самой трубке вентури. То есть, соответственно, трубка вентури нам и так дает, собственно, расход или скорость течения жидкости в основном. Но вот скорость течения газа, она сильно отличается. И что мы делаем? Вот помните, да, я рассказывал про две системы электродов. Внизу шесть и наверху два. Они измеряют один и тот же параметр. Совершенно одинаковыми электродами. Совершенно одинаковой электроникой. Отличаются они только одним, своим положением в потоке. Они сантиметров на несколько, 10, по-моему, сантиметров отстоят друг от друга. Теперь мы очень быстро, вот те самые 12 тысяч измерений в секунду, начинаем измерять диэлектрическую проницаемость. Снимаем две кривых с одной пары электродов и с другой парой электродов. За те 10 сантиметров поток не изменился абсолютно. То есть мы снимем две фактически одинаковые кривые. Они будут только смещены во времени. То есть мы фактически можем сделать корреляцию между любой парой пиков на этой кривой и узнать время, которое прошло между каждым пиком. Расстояние между электродами мы знаем. Поделили расстояние на время, получили скорость. Но самое интересное, что если мы сделаем корреляцию по вот этой вот шерсти наверху, да, это будет соответствовать скорости жидкости с растворенным газом. А если мы сделаем корреляцию по вот этим провалам, да, вот хорошо видным, внизу по минимуму, это будет соответствовать пузырям свободного газа. Таким образом задача решена. Но мало того, у нас фактически получается еще система внутренней диагностики. То есть, допустим, мы действительно используем одно сужающее устройство, трубку вентури. И у нас в ней застряла дохлая кошка. Ну хорошо, застряла дохлая кошка, хорошо. У нас же система не знает, что дохлая кошка застряла. Она считает, что скорость резко возросла. А скорость резко возросла, это значит резко возрос расход. А на самом деле же ничего не изменилось, у нас просто сечение сузилось. А здесь в общей секции до трубки вентури у нас скорость не изменилась. И мы фактически можем, кроме того, обеспечить диагностическую функцию. То есть, если у нас начинаются проблемы с сужающим устройством, мы это заметим и скажем, по крайней мере, оператору, что ну ты останови поток, пропарь расходомер и дальше продолжай работать. Но это небольшой бонус к прямому определению скоростей течения жидкостей газа. Ну, собственно, вот как это работает в итоге. Да, у нас, соответственно, проводимость, диэлектрическая проницаемость и плотность дают объемные доли фаз в потоке. Соответственно, по вентури и по кросс-корреляции мы определяем скорость потока, а суммарно они дают расход. Опять-таки, при знании входящих параметров. Входящие параметры, которые нам нужны, это плотность нефти, это компонентный состав газа, это минерализация или плотность воды. Так вот, а зачем нужна система электродов 2 плюс 6? Да, то есть, я говорил, два электрода вверху, 6 по кругу внизу. Да? То есть, раньше было просто, у нас было 2 и 2. Вот так вот. И они мерили вот эту кросс-корреляцию. А теперь у нас 2 сверху, 6 внизу. Если мы меряем диэлектрическую проницаемость в среднем по сечению, а у нас ситуация какая? У нас, допустим, очень большой газовый фактор, очень много газа в потоке и очень мало жидкости. Жидкость тонким кольцом распределяется по стенкам трубы. Дальше, если мы начинаем мерить в среднем по сечению, мы все время меряем одно и то же. Мы меряем диэлектрическую проницаемость газа. А нас интересует обводненность жидкости. Но если мы померяем вот здесь вот, в пристеночном режиме, вот тут, то здесь жидкости будет достаточно. И определить ее диэлектрическую проницаемость и, соответственно, обводненность будет достаточно легко. А если мы сделаем вот такие измерения по каждой паре электродов, то фактически мы сделаем томографию потока. То есть вот мы можем измерять таким образом, таким образом, таким образом, как угодно. То есть фактически, зная диэлектрическую проницаемость между каждой парой электродов, мы вырисовываем вот такую картину. А это дает нам возможность в том числе видеть распределение газа и жидкости внутри трубы. Ну и, возвращаясь к самому сложному моменту, особенно для проектантов, то есть для людей, которые закладывают это оборудование, все страшно пугаются слова радиация. Потому что если мы используем гамма-плотномер в нашем расходомере, то это значит, мы используем в том числе источники ионизирующего излучения. И до 2012 года все было действительно достаточно тяжело, потому что каждая компания, которая использует радиоактивные источники, любые, должна была иметь лицензию на это. Но все изменилось в 2012 году с принятием постановления правительства об отсутствии лицензирования для организации, эксплуатирующей источники 4-5 категории опасности. Наш источник относится глубоко к 5 категории опасности, то есть это источник всего 2 миликюри, у которого излучение в 10 сантиметрах от поверхности не превышает 1 микрозиверта, а в любой точке в метре от поверхности уже не превышает фоновых значений. И, соответственно, в соответствии с постановлением правительства, для того, чтобы использовать такие источники, необходимо просто зарегистрироваться в уведомительном порядке в Ростехнадзоре. То есть вы пишете письмо, что, точнее, эксплуатирующая организация пишет письмо, что волею судеб мы стали пользователями источника 4-5 категории опасности, пожалуйста, зарегистрируйте нас в системе. Дальше их регистрируют, и мы можем передавать радиоактивные источники. А, соответственно, источники, у которых в метре уже излучения вообще нет, могут использоваться даже в помещении с рабочими местами. Во-первых, хранение. Хранятся они, собственно, в системе расходомера. Притом они... Теперь мы поставляем российские источники, производство маяка. Поставляет их, соответственно, сервисное подразделение маяка радиоизотопные приборы. Поставляет их под ключ, уже заправленные в контейнеры специальные, сертифицированного типа с замками и так далее. Что касается утилизации, они также берут на себя обязательства по утилизации, но вот опять-таки большое преимущество наших источников. Период полураспада цезия 30 лет. Значит, не менее 15 лет этот источник проработает спокойно. Я, честно говоря, не могу сказать, что через 15 лет будет с российским законодательством и с возможностями по утилизации радиоактивных источников, но на сегодня, по крайней мере, то, что мы можем на 15 лет забыть об этой головной боли, это существенное преимущество наших источников. Ну и плюс ко всему, вот та самая томография потока дает возможность в ряде случаев, в принципе, отказаться от радиоактивного источника. Что мы делаем? Мы делаем одно из двух. Мы либо ставим программное обеспечение, которое на основе вот этой томографии потока моделирует работу гамма-плотномера. То есть оно, собственно, пытается выделить ту часть объема, которая занята газом внутри расходомера в каждую минуту времени. И за счет этого она моделирует плотность на основе датчиков диэлектрической проницаемости. Это раз. Либо второй есть момент. Если мы можем зафиксировать любой из двух параметров, это газовый фактор или обводненность, то тогда наше уравнение превращается опять в целую систему, в два, да, и, соответственно, которые тоже решаются. Ну, на самом деле, я знаю производителей, которые, в принципе, пренебрегают третьим уравнением, поэтому решают в основном забиванием, то есть гвоздями вот одного из вот этих двух параметров. То есть в данном случае у нас либо программная эмуляция плотномера, либо можно зафиксировать один из двух параметров. И тогда, в принципе, можно не использовать гамма-плотномер. Два условия только. Первое. Если будут ступенчатые изменения обводненности или газового фактора, наш расходомер, естественно, собьется. Поэтому это должна быть продукция одной скважины. И второе. Объемное содержание газа в рабочих условиях, тот самый GVF, не должен превышать 85%. Вот. То есть это два условия таких. Ну, естественно, насчет тестирования, да, вот мы тоже очень много говорили опять в кулуарах насчет тестирования. Тестировали мы их много где. Есть одна огромная проблема. К сожалению, на существующих стендах невозможно воспроизвести нормального, ну, практически не на одном нормального смешивания фаз. При достаточно низких давлениях, ниже 10 атмосфер, смешивание фаз происходит очень плохо. То есть, соответственно, мы в любом случае тестировали. Вот сейчас мы пытаемся в ГМС провести тесты. Мы во ВНИРе проводили тестирование в России. Но в том числе мы все-таки настоятельно рекомендуем. Хорошие тесты можно проводить либо в Кейлабе, но это очень дорого в Норвегии, это Статуиловская лаборатория, либо в крайнем случае у нас на стенде в Ставангере, на нашем. Вот. То есть там мы, по крайней мере, воспроизводим, ну, давление близкие к 10 атмосферам и достаточно широкий диапазон расходов. Вот. Без, ну, то есть, без существенных скачков во время стационарного режима. Вот. В любом случае, во ВНИРе мы проводили испытания, притом, на самом деле, проводили испытания без гамма-плотномера на тот момент. Вот. И, тем не менее, те результаты испытаний, которые мы показали, полностью укладываются в ГОСТ 8.615. Но у нас в зависимости от обводненности продукции и в зависимости от содержания газа получится некая такая воронка. Естественно, если у нас жидкости нету вообще, то есть она стремится к нулю, то погрешность измерения расхода этой жидкости будет также стремиться к бесконечности. Это раз. Второй момент. Если обводненность стремится к 100%, погрешность определения обезвоженной нефти будет также стремиться к 100%. Поэтому здесь мы фиксируем, во-первых, диапазоны, а во-вторых, мы раскладываем погрешность определения в три характеристики, по большому счету. Первая вещь – это объемный расход газа. Понятно, что нас он интересует не в первую очередь, и на самом деле свыше 25% объемного содержания газа его погрешность будет не более 5%. Если у вас менее 25% содержания газа, то мы будем давать 7%. Но если у вас совсем нет газа, используйте криолисы. Второй момент. Второй параметр, которым мы даем погрешность – это расход, объемный расход жидкости, соответственно. И вот здесь вот интереснее все, потому что если у нас жидкости до 90%, газа до 90%, то есть жидкости есть хотя бы 10%, мы будем давать по жидкости 2,5%. Если у вас жидкости до 5% хотя бы, да, хотя бы 5% есть, мы будем давать 4,5%. Если у вас жидкости хотя бы 2% есть, мы будем давать 8% погрешности по ней. Но если у вас даже 2% жидкости нету, мы не будем нормировать погрешность никак, потому что ноль ни с какой известной метрологической погрешностью померить нельзя. Второй момент – обводненность. И здесь мы фиксируем абсолютную погрешность по измерению обводненности. То есть если, соответственно, у нас жидкости до 90%, то абсолютная погрешность измерения обводненности будет 2%, если до 95% в GVF – 3%, если до 98% в GVF – 4% обводненности. Ну то есть надо понимать, что это не относительная погрешность, это уже абсолютная погрешность. Поэтому, когда мне говорят, что «а мы сможем определить», то есть, ну вот, некоторые есть задачи, когда надо определить, допустим, у меня 98% обводненности скважины еще рентабельна, а 98,5% она уже нерентабельна. Да, сможем мы определить вашим расходомером рентабельность работы этой скважины. Я говорю, нет, потому что для меня что 98%, что 100% обводненности – это одно и то же. То есть 2 абсолютных процента обводненности. Но надо сказать, что вот в этом диапазоне до 90% содержания газа, вот эти две циферки нам дают фактически требование ГОСТа 8,615. То есть, соответственно, 6% при обводненности до 70%. Да? Вот это, соответственно, ровно требование ГОСТа 8,615. Если пересчитать, это в относительной погрешности определение, соответственно, обезвоженной нефти. Ну и как это все работает? То есть фактически у нас система состоит из расходомера, который ставится вертикально в трубу. У нас есть компьютер потока, который вычисляет начально измеренные параметры с расходомера и выдает, собственно, значение уже там более 200 параметров, которые вычисляются из основных измеренных. И, соответственно, дальше у нас есть компьютер оператора или, допустим, систему сбора данных оператора, какие-то SCADA, что угодно. Да? Соответственно, расходомер у нас делается всегда взрывобезопасным. Да? Соответственно, он может ставиться всегда в опасную зону. Компьютер потока у нас может быть как для взрывоопасной зоны, так и для безопасной зоны. В 19-дюймовую стойку или в шкаф, или как угодно. Да? Соответственно, это в любом случае компьютер действительно установленный в какой-то корпус. Притом, какие будут соединения? От расходомера, от, соответственно, многопараметрического датчика идет хард, от платномера также идет хард, а вот от полевой электроники, которая высчитывает вот эти значения диэлектрической проницаемости, проводимости, тут значений слишком много идет, чтобы передавать их по харту. Поэтому идет оптический кабель, волоконная оптика, который идет в тот самый наш компьютер потока, который интерпретирует эти данные. Соответственно, система сертифицированная имеет сертификат как одно целое. То есть мы фактически имеем выходные параметры. Это массовый расход сырой нефти, массовый расход нефти без учета воды, объемное содержание воды в жидкости и объемный расход газа. Притом, все эти параметры могут смотреться как в рабочих условиях, так приведенных стандартным. Но здесь очень важно еще одну вещь сказать. Допустим, у вас золотой глаз. Вот есть алмазный прибор, я не знаю, волшебный. И вы вот одним взглядом на трубу говорите, сколько сейчас здесь прошло нефти, газа и воды. Вы молодцы просто. Великие люди. Вопрос. Насколько это будет в принципе коррелировать с тем, что вы приводите к стандартным условиям? На самом деле тяжело, потому что у вас в реальных средах начинаются фазовые переходы, изменение плотностей. Соответственно, у нас часть газа конденсируется в жидкость, часть жидкости у нас выпарится в газовую фракцию. Притом, все это будет зависеть, видимо, особенно для газоконденсатных проектов, от системы сепарации. Какую вы выберете? Вот выберете вы многоступенчатую систему сепарации, у вас выделится побольше жидкости. Бросьте это сразу все к стандартным условиям, да, из трубы. У вас часть жидкости, которая могла бы выделиться, уйдет в газ, да, соответственно, жидкости будет меньше. Как это все определить? Поэтому здесь очень важно то, что в компьютере потока еще крутится ПВТ-модель, да, нашей среды. То есть что такое ПВТ-модель? ПВТ-модель на самом деле фиксирует три набора параметров. Первый набор параметров это плотности. То есть у нас есть таблицы для нефти, для газа и воды, которые определяют плотности нефти, газа и воды в зависимости от температуры давлений во всем диапазоне, на который рассчитан этот прибор. Да, это раз. Притом, естественно, чем уже диапазон, тем корректнее это все отображается. Вторая вещь – это пересчетные коэффициенты к стандартным условиям. Это коэффициент дегазации нефти, это коэффициент конденсации газа, это взаимные коэффициенты переходов, да, то есть коэффициенты расширения. Расширение газа, соответственно, усадки нефти. И плюс ко всему у нас еще есть параметры, которые отвечают за электрическую проницаемость нефти и газа для разных плотностей. Соответственно, вот эти наборы, они служат базисом для пересчета к стандартным условиям в любом случае. Мало того, в любом случае, когда вы меряете плотность, вы должны знать плотности нефти, газа и воды в тех условиях, которых вы измеряете. А, соответственно, тоже должны иметь хорошую ПВТ-модель. Нам сильно повезло, поскольку Роксар занимается в том числе гидродинамическим моделированием в принципе резервуаров, то у нас очень хорошая математическая база по ПВТ-моделированию. И в том числе эта база легла в основу вот этой системы наших многофазных расходомеров. Ну вот таким образом выглядит рабочее место оператора программного обеспечения сервис-консоль. Со следующего года, видимо, это будет уже какой-то веб-бейст интерфейс, да, соответственно. Но в любом случае мы видим расходы нефти, нефти, газа и воды, как приведенные к стандартным условиям или в рабочих условиях. И мы видим основные параметры сразу. Обводненность жидкости, GVF, вот тот волшебный параметр, да, о котором я говорил. Газовый фактор, как приведенный к кубометрам к кубометрам, так к кубометрам к тоннам. Мы видим скорость течения среды, мы видим температуру среды, мы видим давление среды, перепад давления на трубке вентури, мы видим плотность среднюю смеси и мы видим среднюю диэлектрическую проницаемость смеси. То есть в каждый момент времени мы видим все исходные параметры. Поэтому на самом деле, это тоже очень важный момент. Да, то есть когда многие, очень многие говорят, что мы изобрели волшебный прибор, давайте у нас многофазный расходомер. Хорошо. Дальше начинаем сравнивать один многофазный расходомер с другим многофазным расходомером. Хорошо. Ну, они, естественно, как всегда показывают совершенно разные значения. Как проверить, кто врет? Врут все, врут все. Вопрос, кто, так сказать, дальше от истины. Это правильно. Но большой плюс у нас, вы можете взять, по-моему, больше 200 исходных параметров, они открыты. Забирайте. И сами руками попробовать пересчитать обратно все эти расходы. То есть, ну, грубо говоря, даже значение просто плотности смеси вам уже дает хорошее представление о газовом факторе. Ну, вот просто навскидку. Я руками могу посчитать на калькуляторе. Ну, и самый главный момент для проектировщиков именно, да, то есть, соответственно, для людей, кто проектирует. Каким образом подбираются многофазные расходомеры? Вот здесь все сложнее, потому что у нас нету магазина, нельзя прийти с полки, взять многофазный расходомер, сказать, что вот диаметр трубы подходит, значит, у меня все будет работать. Соответственно, у меня есть по многофазным расходомерам два ограничения существенных. Первое. Широкое ограничение. Это скорость потока в основном сечении трубы. Скорость потока не может быть меньше полутора метров в секунду. Почему? Поток восходящий вертикальный. Если скорость потока будет недостаточно, газ, как драйвер потока, будет проскальзывать. Все правильно. Он молодец. А жидкость будет переходить пробками, если переходить. То есть, она будет так подниматься, подниматься, по-моему, падать опять. Подниматься, падать. А мы ее все меряем и меряем. А мы же ее меряем в одну сторону. Мы считаем, что это мы намерили столько много жидкости. Поэтому хорошо бы иметь скорость потока не менее трех с половиной метров в секунду. Но в любом случае не меньше полутора. Что касается максимума скорости, то здесь, скорее всего, обусловлено безопасностью. Если у вас скорость потока будет более сорока метров в секунду, у вас установку просто будет трясти. Она развалится со временем. Поэтому не надо мерить больше сорока метров в секунду, а желательно не больше тридцати пяти. То есть, это, соответственно, ограничение полтора метра в секунду, тридцать пять метров в секунду. Это первое ограничение. Второе ограничение, оно гораздо уже. Это перепад давления на трубке вентури. Перепад давления на трубке вентури настраивается от тридцати пяти до трех с половиной тысяч миллибар все соответственно поскольку у нас диапазон получается по перепаду давления 1 к 100 уравнение вентуре там квадратичная зависимость мы помним об этом да соответственно диапазон по жидкости при одинаковых условиях при одном и том же газовом факторе при одном и том же давление при одной и той же обводненности будет где-то один в десяти но при этом не надо сразу говорить что в принципе у нас динамический диапазон один к десяти потому что по большому счету когда у вас меньше жидкости у вас обычно меньшее давление да соответственно больше газа в рабочих условиях соответственно мы можем мерить меньше жидкости главное чтобы эта жидкость создавала необходимый перепад давления на трубке вентуре да то же самое если у вас больше жидкости у вас обычно больше давления то соответственно газ сжимается и мы можем мерить больше жидкости и каждый раз на это надо Как это делается? Есть расчетная форма, но есть у нас программа, которую мы используем. Мы забиваем либо имеющийся диапазон расходов по нефти, газовой воды и давления, либо, соответственно, расход по жидкости, газовый фактор и обводненность. Этого тоже достаточно, чтобы посчитать все эти три параметра. И давление в линии тоже самое. Дальше это выстраивается, вычисляются все параметры, в том числе объемное содержание газа в рабочих условиях, что нам дает погрешность будущего измерений. Это раз. Вторая вещь – это перепад давления на трубке вентури, который показывает, мы в диапазоне или нет. Это вторая вещь. Третья вещь – это скорость потока, которая будет у нас в трубе. Третья вещь – это потеря давления на трубке вентури. Потому что для проектировщиков обычно и для обустройства месторождения очень важно знать потери давления. Мы считаем, что потери давления составляют порядка 25% от номинального перепада давления на трубке вентури. Поскольку номинальный перепад давления максимальный составляет у нас 3,5 атмосферы, то максимальные потери давления на приборе, которые возможны в принципе, это порядка 0,8 атмосферы. Ну а, соответственно, при минимальном диапазоне, когда мы работаем на перепаде давления в 35 милибар, то потери давления будут фактически нулевые. Они исчисляются там единицами милибар. Вот. Таким образом, дальше мы строим вот такой вот график, да, соответственно, где черными пунктирными линиями обозначен диапазон по скорости. Вот здесь вот отложен расход жидкости, вот здесь вот отложен расход газа в рабочих условиях, то есть уже приведенный к давлению, да, помним. То есть если вот здесь вот написано 6 тысяч кубометров в сутки, это не значит, что у нас диапазоном будет по газу 6 тысяч кубометров. Если у вас давление 100 атмосфер, то фактически диапазон будет 600 тысяч кубометров в сутки, да, то есть, соответственно, это надо всегда помнить. Но тем не менее, да, то есть вот здесь у нас диапазон по газу, здесь у нас диапазон по жидкости. Ну это, допустим, для 50-го прибора, по-моему, для диаметра 50 миллиметров дано. Ну и вот смотрите, какая история. То есть меня все время спрашивают, а какой минимальный расход жидкости вы сможете померить? А я не знаю. То есть потому что если у вас газа достаточно, то есть у вас, допустим, есть 200 кубометров газа в рабочих условиях, расход, то жидкости может не быть вообще, ноль может быть. Мы ее померяем, естественно, с бесконечной погрешностью, но мы будем работать в этом диапазоне, пожалуйста. Поэтому если газа достаточно, то жидкости может не быть вообще. Вот здесь мы все равно работаем в диапазоне. Если жидкости достаточно, то газа может не быть вообще. Поэтому мы работаем от нуля до ста процентов любой фракции, в том числе и по жидкости от нуля до ста процентов. Как прибор подключается? Что нужно знать при инсталляции? Нужно соблюдать на самом деле всего два условия. Первое. При переходе на вертикальный участок до вот этого вот колена должен быть один метр прямого участка. То есть не менее одного метра. Ну на самом деле теперь мы формулируем вот таким вот образом, то есть минимум 0,8 метра, но для всех типичных диаметров, то есть 132, 173, это все-таки очень большие расходомеры, то это в районе одного метра. Вот здесь вот необходимо использовать не просто колено, это тоже важно, а здесь надо использовать Т-образное колено. И при выходе на вертикальный участок до фланца расходомера должно быть не менее 5 диаметров расходомера. Вот если мы возьмем 50-й расходомер, 50-го диаметра, самый ходовой, то у нас все требования к трубной обвязке будут следующими. Вот здесь должно быть 74 сантиметра, и вот здесь вот должно 5 диаметров, 25 сантиметров. 25 сантиметров вот здесь вот. То есть вот здесь вот 74 сантиметра, и здесь 25. Да? И это вся трубная обвязка расходомера. То есть фактически вы можете создавать на базе него очень компактное решение. Ну и еще раз буквально завершением, что я сказал перед этим, да, то есть основные постулаты, это преимущество по отношению все-таки скорее к другим многофазным расходомерам. То, чего нет ни у кого других. Во-первых, это прямые измерения скоростей жидкости и газа. Раз. Во-вторых, это избыточность измерений. И за счет чего? Диагностика функций расходомера. Это два. Вот эти вот секторные измерения, томография потока, пристеночные измерения. Что еще тоже ни у кого нет? Три. Да, соответственно, наиболее контрастная система измеряемых параметров. Потому что если мы измеряем либо только плотность, либо только, соответственно, поглощение гамма, либо только поглощение акустики, там многие используют, у нас получается некий однобокий взгляд. То есть, соответственно, у нас все уравнения, так или иначе, могут быть выведены одно из другого. Здесь у нас наиболее контрастная система и по газу, жидкости, это плотность, и по диэлектрической проницаемости, это электрические методы, да, соответственно, что составляет наиболее контрастную систему уравнений. Вот. Плюс, соответственно, ГОСТ-8615 по метрологии, плюс 4 года межповерочного интервала, возможность поверки по месту эксплуатации, плюс источник радиоактивный с периодом полураспада 30 лет, что обеспечивает длительный срок его эксплуатации, плюс очень широкий выбор, что очень тоже важно, номинальных диаметров. То есть мы на сегодня предлагаем 35-й, 50-й, 67-й, 87-й, 132-й, 173-й, и, в принципе, можем 220-й предложить, если кому-то понадобится, но это будет почти размером с вот эту колонну, расходомер очень большой, да. И при этом для каждого отдельно выбранного расходомера диаметра мы можем предложить трубки Вентури, сменяемые в полевых условиях, то есть что очень тоже важно для расширения диапазона, от 0,4, даже от 0,35 до 0,75 от номинального диаметра. То есть фактически мы плавно можем выбирать любой типоразмер расходомера для любых задач. Ну и несколько примеров, как это компонуется. Да, соответственно, вот таким образом компонуется система на одну скважину. Это может быть целая АГЗУ с переключателем скважин, да, соответственно, при том может быть в двух блоках, с блоком автоматики и, соответственно, переключением. Это может быть в том числе с переключателями Бетис. Вот такие вот совсем компактные решения АГЗУ. Это может ставиться на любые мобильные платформы, например, на тракторный прицеп, да, или на Урал, или на вездеход, на что угодно. Ну то есть вот несколько реализованных, в том числе с ГМС «Нефтимаш» проектов, вот один из них это, в принципе, установка на легковом прицепе. Система настолько компактна, что позволяет поставить хоть в кузов пикапа, на легковой прицеп, на что угодно. Но в данном случае, конечно, плюс был в том, что использовалось это в пустынях Казахстана, и, соответственно, не требовало утепления, да, система, то есть это для Дунги мы делали. Но, тем не менее, то есть система может быть очень компактной. Ну вот, допустим, система в блокбоксе, да, смонтированная уже на рамном основании. Продолжение следует...